Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Долгожданный безвиз профильный комитет Европарламента сказал «да», чье слово отделяет Украину от свободного въезда в ЕС. Последний день публичных слушаний в Гаагском трибунале. Какие заявления прозвучали, как реагируют мир и украинские дипломаты. Наглое убийство в центре столицы. Кто и почему устроил охоту на одесского бизнесмена и в каком состоянии дети, которые находились в автомобиле погибшего. Заветный безвиз. Киев стал к нему на шаг ближе. Профильный комитет Европарламента сегодня одобрил безвизовый режим с нашей страной. Когда же перед украинцами распахнутся врата шенгена, спросите вы. Самый оптимистичный прогноз – это конец апреля. И в этом же месяце нас ожидает еще одно важное событие – это решение Международного суда ООН в Гааге. Все подробности у Елены Зориной. Она в Брюсселе. Осталось подождать каких-то три месяца и с шенгеном украинцам можно попрощаться. Сегодня в Брюсселе Киев поздравляют. Украинский вопрос рассмотрел профильный комитет Европарламента и рассмотрел позитивно. Вот как это было. 39 парламентариев из 44 – за. Это пока хоть и маленькая, но победа в истории с украинским безвизом. Теперь свое слово должен сказать сам Европарламент. Голосование намечено на начало апреля. Ну а далее послы Совета ЕС второй раз озвучат свое «да». И Совет утвердит. И уже формальное подписание соглашения, публикация в официальном журнале ЕС. После украинцы могут отсчитывать не месяцы, а дни до поездок без шенгена. Всего таких дней 20. Это, конечно, если процедуре ничто не помешает в Европарламенте. Меня сегодня заверили. Задержек быть не должно. Даже наоборот, процесс попытаются ускорить. Пока что все идет по заранее утвержденному графику. Мы попытаемся протолкнуть это решение еще раньше в мае. Это вполне возможно. Это очень важно для жителей Украины. И означает, что все требования Киевом были выполнены. Самое позднее, когда безвизовый режим заработает, это середина июня. А уже до конца апреля украинские дипломаты ожидают решения Международного суда ООН по иску против России. Во всяком случае, в части временных мер. В Гаге сегодня продолжили рассмотрение дела по терроризму на Донбассе и ущемлению прав крымских татар на оккупированном полуострове. Слушали очередные так называемые доводы Москвы. Российские делегаты, все как один, убеждали судей. Конфликт на Донбассе это внутренние дела Украины. А крымские татары довольно неплохо себя чувствуют на оккупированном полуострове. И еще одно, якобы бук, из которого, по данным экспертов, был сбит. Малазийский Боинг шел на Донбасс для защиты от украинской армии. Доказатель, что комплекс туда поставила Россия? Нет. До этого, считают россияне, и неважно. Гагский суд вообще не должен рассматривать это дело. Украина заявила, что Россия должна прекратить государственное и частное финансирование терроризма. Однако поддержка терроризма каким-нибудь государством не попадает под действие Конвенции о противодействии финансированию терроризма. Это ответственность отдельных лиц или организаций. Поэтому мы считаем, что рассмотрение данного дела не попадает под юрисдикцию Международного суда ООН. На такие заявления тут же отреагировали и украинские дипломаты. Мне кажется, что весь мир сейчас находится на позиции Украины. И что Россия имеет ответственность за свои действия. И этот суд, это единственная судовая инстанция, которая может притягнуть Россию до ответственности. Сегодня последний день публичных слушаний в ГААГе. Теперь слово за судом. И уже после дела могут начать рассматривать по сути. И каким бы решение суда не было, в Москве пообещали его выполнить. По крайней мере, в этом сегодня заверил журналистов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Мол, иначе Россия не участвовала бы в процессе. Но заявление заявлениями посмотрим, как это будет на практике. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Свиридонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И еще одно доказательство агрессии России для суда в ГААГе. Результаты расследования трагедии под Волновахой. Напомню, 13 января 2015 года возле блокпоста под обстрел из градов попал пассажирский автобус Донецк-Златоустовка, который остановился для прохождения контроля. Погибли 12 человек, еще 18 были ранены. Почти все пострадавшие мирные жители. И вот спустя два года украинские следователи определили, кто отдал этот преступный приказ среди подозреваемых полковник российской армии. Все подробности в сюжете. Усилить наблюдение. Самое главное сейчас наблюдение. Так точно. А мы тут готовим, значит, танковый батальон усиленный. И дивизион смерчей. В случае чего, значит, даешь команду, и мы накрываем смерчами, и батальон выводим. Эту запись вместе со многими другими удалось перехватить и расшифровать сотрудникам СБУ. Отдает приказ полковник российской армии Анатолий Синельников. Выполняет бывший украинский военный, один из командиров артиллерии террористов Юрий Шпаков. Следствие установило, именно они виновны в гибели 12 мирных жителей вблизи Волновахи. Среди записей обнародованных СБУ шокирующие фрагменты разговоров боевиков не только между собой, но и с родными. Все нормально, Волноваху по блокпосту разнесли. Сейчас вот люди еду, говорят, что там много из их блокпоста пострадавших. Но комбат доволен. Я сейчас за рулем, я сейчас часть еду. А, ну ясно, ну ладно. Блокпост разнесли в Каламбасе, в Каламбасе, за постановку. Разнесли в мою умничке. Жоден з цих осіб уже не представлявся. Вони користувались телефонами, так би мовити, предплаченных послуг. То есть, именно два года мы потратили для того, чтобы найти эти разговоры, установить их авторов, идентификовать и належность этих разговоров до обстрела, именно блокпосту в районе Волновахи. Обстрел вели из неподконтрольного украинским властям до Кучаевска. А это за 20 километров от места разрывов снарядов. Боевики выпустили 88 неуправляемых ракет по дороге Славянск-Мариуполь. Кроме того, из телефонных разговоров понятно, что стреляли без наводчика по всем, кто находился. И по гражданским, и по военным. В прокуратуре говорят, останавливать расследование не будут. Теперь важно установить исполнителей. Это значит, что следствием будет установить каждую особу, которая входила в эту бригаду. В то же время документы по двум ключевым подозреваемым уже готовы к передаче в суд. Известно, что Синельников покинул территорию Украины, получил очередное повышение и продолжает служить в российской армии. Шпаков находится на неподконтрольной украинским властям территории, так называемой ДНР. Фигурантов объявили в розыск. Им отправили сообщение о подозрении. Для задержания Синельникова обратятся в Интерпол. Но все же предполагают, судить их придется заочно. Им грозит до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. Резонансное убийство в центре столицы. Вчера вечером неизвестный обстрелял автомобиль. Водитель погиб, двое детей, находившиеся в машине, ранены. Имя убитого полиция не разглашает, но в СМИ просочилась информация, что это известный одесский бизнесмен. А криминалисты заговорили о возвращении разборок 90-х. Анна Каменева собрала все известные детали о личности погибшего. Карты, деньги и чеченский след. Обо всем этом в ее материале. Случилось все накануне около 7 вечера на улице Антоновича, возле дома, где жил Александр Ряжев. Именно он, по данным СМИ, стал жертвой преступления. В полиции имен не называют. Пострадали также дочь и сын Ряжева. Они тоже были в машине. Восьмилетняя девочка получила ранение в руку, пятилетний мальчик в ногу. Их отвезли в Ахмадет. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Врачи состояние их не комментируют. Мама на это разрешение не дала. Однако в полиции заявили, что девочку уже выписали. Мальчика прооперировали, он еще в больнице. Соседи говорят, выстрелов не слышали. А погибшего особо не знают. Фотографию Ряжева в интернете найти почти невозможно. В Одессе, откуда он переехал в Киев, его знают по прозвищу Беня. Ряжева называют собственником ряда элитных ресторанов на берегу моря. К примеру, это скандально известное заведение на 10-й станции Большого Фонтана закрывает вид на море. Персонал говорит, о гибели бизнесмена не слышали и вообще не знают, кто он. Первый раз снял. То есть не слышали или он не является в обеде? Я не знаю, потому что сегодня я вообще первую смену сюда пришел. А есть кто-то, кто вы не первую снял? Мы не знаем. Сейчас здесь все новые, здесь сейчас все хранилось, поэтому уже никто ничего здесь не скажет. А этот мужчина на правах анонимности рассказал, с чего же начинал Ряжев. Ломка при обмене валюты. При пересчете денег сначала нужная сумма, а потом человек ее определенным образом пальцами переламывает. И потом получается меньшая сумма. Ну, это такое вот мошенничество. Занялся, скажем так, серыми схемами вывоза экспорта карбамидов удобрений. В него инвестировали организованные преступные группировки финансы. В частности, бригада чеченская Аборчакова. Это очень известный одесский криминальный авторитет. Была организована преступная группировка. Одним из людей, который отмывал и легализовывал финансы преступных группировок, был Александр. В полиции пока озвучивают две версии убийства. Порацовывается несколько версий, в том числе и его особистая жизнь, его профессиональная деятельность. Становляется, какие у него были конфликты, чем он занимался. А вот наш собеседник озвучивает еще одну версию происшедшего. Он очень был азартным карточным игроком. Было несколько скандалов, которые не афишировались. Эти скандалы касались того, что Александр, видимо, пользовался для отдачи своих проигрышей деньгами из общей кассы вот этих вот инвесторов. Юрист-криминолог Анна Маллер заявляет, скорее всего, это было заказное убийство. И ситуация очень напоминает разборки 90-х. Если за такие преступления, которые произошли сейчас, в ближайшее время никто не будет затриман, и никто не пойдет в место избавления воли, это будет просто сигнал к криминальному свету, что можно делать так и дальше. Полиция продолжает искать стрелка, опрашивают свидетелей, анализируют видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство». Анна Каменева, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Защита Кривоозерских полицейских, которые прошлым летом избили и застрелили местного жителя Александра Цукермана, затягивает судебный процесс. Об этом заявляют адвокаты семьи погибшего. Сегодня допрашивали свидетелей. Первые показания давала мать Ольга Цукерман. Пятеро защитников, эксполицейских, допрашивали ее два с половиной часа. Все подробности узнаем от Кирилла Ющишина. После месячного перерыва в Аврадийском районном суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве Александра Цукерман. Напомню, жителя поселка Кривое озеро зверских избили и застрелили практически в упор 24 августа прошлого года. Инцидент вызвал волну протестов. В поселке люди едва не линчевали полицейских и даже подожгли райодел. Как выяснилось следствие, Александр погиб от пулевых ранений, стрелял сержант Денис Ляхватский из личного пистолета под патрон Клавера. Всего на схеме подсудимых четверо эксполицейских. Обвиняемые и адвокаты тянут время. Сначала доказывали, что адвокатов и подзащитных рассадили слишком далеко друг от друга и это создает неудобство. Потом обвиняемые потребовали зачитать все документы без сокращений, как это позволяет процессуальный кодекс. И хотя заседание началось в 11 утра, к допросу свидетелей приступили только после обеда. Мать убитого, Ольга Цукерман, описывая зверства полицейских, не смогла сдержать эмоций. Минчара называется. Два души скрутили ему сзади руки, так вот закрутили и вытолкали ее с оборота. За ферточку. За боротьми они надели ему наручники. Хай не прожить, где они надевали. Вони за боротьми надели. И всю дорогу его убили, дали всю дорогу, его убили, толкали. Ольга Цукерман не отрицает, что ее сын был пьян, гибоширил и разбил таксисту в лобовое стекло, из-за чего, собственно, и возник конфликт. Да, хай бью садили, как так, хай бью садили, так, хай бью садили, так, хай бью садили, так, 5-8 лет, я ж не заперечаю. Ну, не надо ж было убивать. Когда слово передали адвокатам обвиняемых, пятеро защитников несколько часов задавали матери убитого одни и те же вопросы. Например, уточняли, как именно обвиняемый сержант Ляхватский наступал на горло убитым. Ясно, что он был в наручниках, лежал на земле, став раз ногой на шею. Я приняла ногу, он снова став ногой. То есть, вот теперь вопрос, как это было, как эта вся процедура происходила? Ну, не на голову, не на голову, а со стороны головы. Очевидно, да, что защита обвиняемых пытается затянуть судебное заседание. В частности, заявляются ходатайства, которые не имеют никакого отношения к сути рассматриваемых вопросов. Во-вторых, мы не можем продолжать судебное заседание, потому что стороне защиты нужно ехать домой. Потерпевшие считают, что затягивая процесс, адвокаты обвиняемых планируют применить обсудимому сержанту Денису Ляхватскому закон Савченко. Каждый день пребывания в СИЗО ему засчитают за два. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Скандал в полиции Закарпатья. Патрульные обвиняют свое начальство в унижениях, нарушениях дисциплины и законов. Из 230 патрульных, 73 инспектора подписались под заявлением, которое отправили губернатору и руководителю нацполиции. Доводы и оправдания сторон слушала Марина Коваль. Эту аудиозапись на своей официальной интернет-странице обнародовал сегодня закарпатский губернатор. Начальник управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачеве отчитывает подчиненных в выражениях, не стесняется. Через вспоминания всех мам, бабушек и всех родителей до десятого колена. Ну, говорит, это подписали 73 патрульных. Юрий Марцинишин признается, не сдержал эмоций, когда обсуждали с командирами поведение подчиненных после празднования годовщины патрульной полиции. На прошлой неделе пятеро полицейских после службы решили расслабиться. Гуляли вот в этом кафе. Все были в форме и изрядно выпившие. Люди находились в форме одязи с поясной системой, где был газовый баллончик, где кайданки были, кобурат. Ну, и было сделано зауважение, сказано, что они покинули данный заклад. На что они не отреагировали, начали трошки высловляться, нецензурно. Главный организатор волнений, по словам начальника патрульной полиции, полицейский Михаил Симкулич. Он сегодня на больничном. По телефону был немногословен. Вы не задоволенны чему-то? У вас какие-то претензии? Чем-то не задоволенны? Есть тиск руководства на работников? Ну, я там поставлю себе патруль, я сгадаю с тем, что выклады не могу идти. Сегодня некоторые полицейские стали отзывать подписи, поставленные под заявлением. Дескать, подписывали, не читая документ. Может, это глупо, что там не вчитывалось тогда, но я очень поспешала тогда. Я вышла до них на две минуты, села в машину, они мне пояснили, что это собираются патрульные. Это поддержка тех людей, чтобы их не было свободно, чтобы их отнеслись лояльнее. В управление нацполиции уже заявили, отправляют в область проверяющих из Киева. Они и решат, кто прав, а кто виноват. Марина Ковальюри-Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. МВД закупила гибриды Митсубиси незаконно. К такому выводу пришла государственная аудиторская служба. В ее ответе на запрос Transparency International Ukraine говорится, что договор на покупку автомобилей для нацполиции, цитирую, имеет признаки недействительного, потому что госструктура, которая закупала внедорожники, центр обслуживания подразделений нацполиции, по закону не может проводить подобные операции. Госаудиторы оповестили об этом силовиков, но их замечания проигнорировали. Напомню, в минувшем году МВД планировало купить 635 авто Митсубиси Аутлендер на сумму почти 960 миллионов гривен. Был подписан договор с поставщиком компании «Ника Диамант». Активисты сразу же заявили о том, что стоимость японских автомобилей завышена как минимум на 112 тысяч за каждый. Тем не менее, больше шести сотен гибридов были оплачены. Уже постфактум в этом году НАБУ открыло уголовное производство, после чего министр Аваков заявил, что удалось получить скидку, и поставщик авто должен вернуть более 120 миллионов гривен в бюджет. Но ВОЗ и ныне там. В зоне АТО украинским военным удалось ликвидировать вражеского снайпера. Им оказался гражданин России, родом из Узбекистана. В то же время обстрелы продолжаются. Боевики снова били из артиллерии по всему северо-западному краю. Линии разграничения все подробности из зоны АТО узнаем от Ирины Баглай. Тихий поселок Новгородская, подконтрольный Украине, находится в пяти километрах от оккупированной Горловки, где сосредоточены силы боевиков. Но такой канонады, как вчера, здесь не помнят уже давно. Вечером накануне дома содрогались от разрывов снарядов. Ой, да вчера тут капец было. И стреляли, и сверкало. Вчера испугались. Ну, страшно было, конечно. В подвал бежали? Да, уже так хорошо. Туда попозже. Ну, как потемнело вообще сильно. А давно не прятались в подвале? Да, с того года, наверное. Обстрел начался еще днем. По позициям военных противник открыл огонь из стрелкового оружия. Снайпера, стрелкотня начиналась. Ну, это, как всегда, это их нестабильная. Потом пошли 120-е, 80-е. Весь двор был усеян осколками от 120-х мин, объясняют плотность огня десантники. И целью врага снова стали мирные дома. Во время обстрела боевики повредили линию электропередач. Ремонтники, несмотря на то, что находятся в прямой видимости боевиков, оперативно ликвидировали порывы. Несколько мин попали и по местному кладбищу, осколками разбили надгробие. Но самое страшное для людей было, когда на огневые позиции выдвинулись танки боевиков. Танчик подъехал с той стороны, с этой стороны горловки, подъехал, начал работать по нам и их корректировали. Это ближе и ближе лягало. Он работал из-за леса. Видно, какие вспышки. На открытую местность выезжать противник не рискнул. Сначала даже ударил по своим же передним позициям. Вспоминает боец с позывным «Хруст». Каким бы плотным ни был огонь, он оставался на наблюдательном посту. Там находятся две фермы. И получается, он как бы ховается там. Выезжает с своей фермы. Вчера бы они работали, конечно, для нас хорошо, для них плохо. Пять пролетов у ихних. И потом два уже до нас долетели. Кипишь, крик, какие-то в твоей позиции. Ты что? Ты куда? Куда ты лупишь? Обстрел продолжался несколько часов. Хитрость врага объясняют десантники. Их пытаются спровоцировать на ответный огонь. Недавно под Горловку заехала группа профессиональных снайперов-наемников. Бывают такие дни, что тихо. Бывают такие дни, как будто до них кто-то подъезжает, какие-то профессионалы. Они нас хотят замолить, как сказать, в ловушку. Хочут выйти там из стрелецкой зброи, а накрыть чем-то тяжелым. Например, минами и танком. Несмотря на уловки врага и то, что они задействовали практически весь свой арсенал вооружения, десантникам удалось подавить огонь. И ночь в Новгородском прошла спокойно. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Нормандская четверка в формате 2 на 2. Главный дипломат Украины Павел Климкин на переговорах в Париже. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль с дебютным визитом в Москве. Основная тема переговоров ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Зигмар Габриэль в Москве бывал уже не раз в качестве министра экономики. И во время одного из предыдущих визитов даже умудрился вызвать в свой адрес шквал критики. Немецкая пресса разузнала. Полтора года назад, после переговоров в Кремле, Габриэль просил автографу Владимира Путина. Хлопотал не для себя, а по просьбе ассистентки своей супруги. Но немецкие СМИ заподозрили социал-демократа Габриэля в симпатиях к России и отклонении от курса официального Берлина. Визит в качестве главного дипломата для Габриэля Дебютный в графике встречи с гражданскими активистами и главой российского МИДа Лавровым. Одна из главных тем Минские договоренности. Мы считаем, что переговоры в нормандском формате нужно продолжать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать новую встречу нормандской четверки на уровне министров иностранных дел, как было договорено в Мюнхене. Мы хотим, чтобы задачей нормандского формата было сопровождение и контроль за выполнением Минского пакета. Журналисты спросили Габриэля, не планируют ли расширять нормандский формат за счет США. Ответ был дипломатичным. Делать из четверки пятерку пока не будут. Но привлечь американцев к переговорам не против. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы США были не только проинформированы, но и использовали свои возможности, чтобы убедить все стороны в необходимости выполнения Минских соглашений. Конечно, США играют в этом роль. Ну а пока Габриэль проводил переговоры с Лавровым в Москве, в Париже встречались двое других главных дипломатов нормандской четверки. Министры иностранных дел Украины и Франции. Павел Климкин и Жан-Марк Эйро тоже заявили, Минские соглашения нужно выполнить полностью. И пока это не произойдет, санкции против России останутся в силе. Дипломатическая арифметика сегодня в формате двоек, но вскоре снова четверкой. Дипломаты проанонсировали, в ближайшие дни состоится встреча нормандского квартета на уровне министров иностранных дел. Место проведения согласовано, Париж, а вот дата пока уточняется. Татьяна Лагунович, Слав Фролов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Военную помощь Украине выделяют Соединенные Штаты. Сумма 150 миллионов долларов. За это сегодня проголосовала Нижняя палата Американского Конгресса. Средства пойдут на подготовку личного состава, новое оборудование и материально-техническое обеспечение украинской армии, а также на замену украинского вооружения американским. И о другой финансовой помощи, от Международного валютного фонда. Похоже, МВФ определился с выделением транша для Киева. Со всеми подробностями из Вашингтона Дмитрия Нопченко. После недавнего визита в Вашингтон министр финансов страны, а он, напомню, по итогам переговоров с фондом, заявил, что решение о транше для Украины будет принято в 20-х числах марта. Все ждали официальной информации МВФ, официального подтверждения. И оно появилось буквально несколько часов назад. Представитель фонда Герри Райс на брифинге в штаб-квартире МВФ сообщил, совет директоров рассмотрит украинский вопрос 20-го числа. Неофициально фонди говорят, что это на 99% подтверждает позитивное решение по выделению транша. Ведь тут в последние годы сложилась практика выносить на совет директоров только те решения, которые ни у кого не вызывают сомнений и требуют лишь формального утверждения. Если бы по Украине были вопросы, рассмотрение просто перенесли бы. Что показательно, Райс особо подчеркнул, что фонд намерен очень серьезно проверять, каким образом будут использоваться эти деньги и что контроль будет очень жестким. МВФ сейчас ужесточил требования к тому, как используются деньги фонда. И мы очень внимательно это отслеживаем. К тому же опыт такого контроля мы нарабатывали 70 лет. На брифингах в фонде принято интересоваться исключительно экономикой. Но в этот раз, когда затронули украинскую тему, прозвучал неожиданный вопрос с пропагандистским подтекстом от российского журналиста. Мол, слышал, что в американской церкви собирают секонд-хенд для отправки в Киев. И значит ли это, что в стране все настолько плохо, в частности, из-за тарифов? В зале оживились. Ответ фонда был сдержанным. Мол, там прекрасно понимают, насколько сложно людям. Но те реформы, которые проводятся сейчас в Украине и которые являются условием для выделения очередных траншей, в первую очередь нужны самой стране, ее экономике. Об угрозах ни слова. По крайней мере, ни в этом ответе, ни на этом брифинге. Ну и в принципе, в фонде принято считать, что сам только факт выделения очередного транша, к этому все идет, является свидетельством того, что экономика страны стабильна. Из Вашингтона, Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интерн. У Международного валютного фонда есть и негласное условие, так считает нардеп, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Помимо нормы о продаже земли, повышении тарифов и увеличении пенсионного возраста, фонд, как пишет нардеп на своей странице в Фейсбуке, хочет сменить главу Нацбанка и усилить коалицию в Раде, чтобы парламент как можно скорее одобрил меморандум с МВФ. Международный валютный фонд имеет дополнительные требования к владею в Украине. Во-первых, они настоят на то, чтобы Арсений Яценюк вернулся в украинскую владу и руководил НБУ. Далее, существует четкая требования расширить межи коалиции, потому что сегодня она выглядит как привед и залучение еще одной политической силы. Это радикальная партия Олега Ляшка. Уже есть первые договоренности. По мнению Каплина, следует прекратить сотрудничество с фондом, а вместо этого внести изменения в конституцию и уменьшить количество народных депутатов до 100, а также ужесточить наказание за коррупцию. В то же время, согласованный меморандум с МВФ в парламенте пока никто не видел. Известно, что сегодня спикер собрал на совещание лидеров фракции и, среди прочего, на встрече звучало требование обнародовать, наконец, подписанный с фондом документ. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Плавучий протест. Что заставило рыбаков Вилкова выплыть на митинг? Дипломатическая схема. Как украинский дипломат в Италии разбогател на 240 тысяч евро. Генпрокуратура передала в Голосеевский райсуд столицы обвинительный акт в отношении застройщика Анатолия Войцеховского. Об этом сообщил первый зам генпрокурора Дмитрий Старожок. Напомню, Войцеховского обвиняют в неуплате 12,5 миллионов гривен налогов в создании организованной преступной группы и завладении 2,5 миллионами гривен при строительстве жилого комплекса в Киеве. По словам Старожука, ГПУ ожидает, что суд приговорит застройщика, к цитирую, к реальному тюремному заключению. А Соломинский райсуд столицы сегодня огласил полный текст постановления об аресте, отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова. Напомню, решение о его двухмесячном содержании под стражей с правом внесения залога в 100 миллионов гривен судья Александр Бобровник принял в ночь на 7 марта. В суд подозреваемого сегодня не привезли. По словам прокуроров, Насиров якобы сначала дал согласие на участие в заседании, но затем отказался. Поэтому полный текст решения, кроме представителей СМИ, слушали только прокурор и два адвоката подозреваемого. В Главном управлении нацполиции Донецкой области просят не привозить охотничье оружие на Донбасс. Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник службы. Призыв Вячеслава Амброськина адресован главным образом к участникам торговой блокады на Донбассе. По его словам, они беспрепятственно носят с собой нарезное оружие и, цитирую, демонстративно направляют на людей и угрожают применением. 23 горняка, пострадавшие во время аварии на шахте Степная во Львовской области, все еще в больнице. Напомню, 2 марта там произошел взрыв метана. Восемь человек погибли. Кто будет отвечать за их смерть, выясняет госкомиссия. А сегодня горняки госпредприятия Львов Уголь митинговали, требуя выплатить задолженность по зарплате. Чего они добились, узнаем от Галины Якушко. До свадьбы заживет. Эту пословицу, похоже, придумали специально для Сергея. Во время взрыва на шахте Степная он получил многочисленные ожоги. Врачи говорят, горняк идет на поправку. Тем временем шахтеры госпредприятия Львов Уголь сегодня вышли на акцию протеста. Около сотни горняков собрались у здания областного хозяйственного суда. Они требовали улучшить безопасность на шахтах и выплатить им долг по заработной плате. Деньги они не получают уже два месяца. Общая сумма задолженности около 22 миллионов гривен. Счета Львов Угля арестовала исполнительная служба из-за того, что шахты задолжали за электроэнергию. Именно по этой причине горнякам не смогли перечислить зарплату. Но суд принял сегодня решение в пользу шахтеров и постановил снять арест со счетов предприятия. Деньги шахтерам вернут. Рахунки державного предприятия Львов Угля должны быть разблокированы. И деньги должны поступить нам на выплату заработной платы. Губернатор Львовской области Олег Синютко уверен, счета госпредприятия Львов Уголь заблокировали специально, чтобы обанкротить шахты, а затем за копейки продать в частные руки. Также губернатор сообщил, несмотря на то, что еще вчера независимый профсоюз обещал прекратить отгрузку угля с шахт Львовской области, удалось добиться компромисса. И сегодня все шахты работают в обычном режиме. Когда же именно горняки получат свою зарплату, пока не ясно. Единственные, кто завтра точно получит деньги, это пострадавшие на шахте Степная. Из областного бюджета им выделили около 60 тысяч гривен каждому на лечение. Глина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер Львов. Пути реформирования энергорынка обсуждал сегодня премьер на встрече с экспертами. Владимир Гройсман считает, что нужно создать прозрачный рынок угля, а также сформировать четкую стратегию работы и содержания украинских шахт. Минэнергетики уже разрабатывает план модернизации угольных предприятий и обещает презентовать его в ближайшее время. В Николаевской области может появиться так называемый облачный порт. Этот проект позволит разгрузить порты и частично производить перевалку грузов на воде. Делать это будут специальные плавучие краны. Судам даже не придется швартоваться. Таможенники, в свою очередь, смогут контролировать процесс на катерах. О таких планах сегодня рассказал губернатор Алексей Савченко. В Николаеве морские и речные порты находятся в городе и этот проект поможет разгрузить также автомобильные и железнодорожные пути. Кроме этого, глава обладминистрации предлагает внести изменения в схему налогообложения портов. остались в нашей с вами родной области. Я хочу, чтобы саме разщепление по великим платникам податков, которые сегодня есть, 10% осталось на Миколаевщине вместе с митным экспериментом. Я буду пропоновать Кабинету Министров, я буду пропоновать Верховной Раде на базе Миколаевщины створить восстановление украинского флота. А дело-то все в селедке, а точнее в ее вылове. В Вилкове, это Одесская область, на митинг выплыли рыбаки. Говорят, им не дают законно заниматься промыслом. Почему разбирался Андрей Анастасов? Такого в Вилково еще не видели. Отстаивать свои права вышли десятки, если не сотни местных рыбаков. И поскольку город, по сути, стоит на воде, то и акция протеста проходит частично на суше, а частично прямо здесь, на Дунае. Рыбаки не просто прибыли на лодках. На 10 минут, выстроившись в ряд, они перекрыли судоходную часть Дуная. Говорят, это предупредительная акция. Показываем, как мы можем перекрыть Дуна. Причина знаменитая Дунайская селедка. В начале марта эта деликатесная рыба заходит на нерест в устье реки. Чтобы вылавливать ее на территории местного биосферного заповедника, нужно специальное разрешение. Но чиновники уже два месяца его не выдают. А сельдь ждать не будет. Уйдет верховье реки. В основном такой пиковый ход ее это полтора месяца. Две недели практически уже ушло. Каждый день на счету. Люди хотят работать законно. Им просто не дают возможность. Проблема в том, что до конца непонятно, кто уполномочен выдавать разрешение. Минэкология кивает на областной департамент природных ресурсов. Там, в свою очередь, на агентство рыбного хозяйства. Дескать, законодательно этот вопрос не урегулирован. Что они вам говорят? Да ничего они толком не говорят. Будет когда-то. Ну, будет. Мы решаем. Мы решаем. Мы работаем над этой темой. Или как мне департамент говорит. Мы готовим вам витпоить. Вот терпение пока они законопослушно сидят на берегу, браконьеры вовсю вылавливают Дунайку. В оппозиционном блоке предполагают, а может все эти бюрократические проволочки созданы неспроста и чиновникам просто выгоден такой теневой промысел. Похоже, что чиновники сели очень плотно на шеи рыбаков и пытаются получить какие-то дополнительные доходы. Я считаю, что нужно добиваться результатов, делать изменения в законодательной базе, чтобы люди могли заниматься промыслом и могли кормить свои семьи. В итоге участники акции постановили, дают госслужащим три дня разобраться с ведомствами и выдать разрешение. Если вопрос не будет закрыт, в понедельник мы перекрываем русло Дунай. И уже к вечеру выяснилось, разрешение на вылов селедки Минэкология сегодня в срочном порядке согласовала, а губернатор Одесской области подписал соответствующие документы, так что возможно уже завтра рыбаки получат долгожданный документ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер. И там же в Одесской области обнаружилась очередная партия львовского мусора. Неделю назад львовские отходы выявили в Авидиопольском районе, а сегодня ночью в селе Малога, Белгород-Днестровского района. Восемь фур выгрузили мусор на сельскую свалку, протаранив при этом шлагбаум. Сначала мусоровозы пытались разгрузиться в селе Солганы, но местные жители не позволили. Тогда водители грузовиков, недолго думая, без всякого разрешения, вывалили тонны отходов в соседней Малоге. В мусоре нашли чеки из львовских магазинов, документы со львовскими реквизитами. Чеки... Дипломатические схемы. В Киеве судят Максима Нелина, бывшего сотрудника Генконсульства Украины в Италии, которого обвиняют в мошенничестве. Он выбил у государства деньги на лечение онкобольного украинца в итальянской клинике, а это 233 тысячи евро, и использовал поддельные документы, поскольку пациент в то время уже лечился за счет итальянской стороны. Позднее Нелина арестовала полиция Италии и депортировала. Печерский райсуд постановил заключить его под стражу. В МИДе Украины инцидент пока не комментируют. Лидеры стан ЕС собрались в Брюсселе на очередной саммит. Говорить будут об экономике, безопасности и будущем Евросоюза, аккуратно обходя тему Брекзита. Сегодня же решалась судьба президента ЕС Дональда Туска. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Лидеры стран Евросоюза настроены игнорировать тему Брекзита на саммите. Дескать, нечего обсуждать, пока процесс выхода Великобритании не запустится официально. Но большинство тем повестки дня так или иначе связано с разводом с Лондоном. По сути, Брюссель пытается выработать стратегию на будущее в усеченном составе. Говорить будут о том, как сделать Союз более безопасным и сильным. Британский премьер в вечерние сессии участие принимает, но на второй день саммита на непосредственное обсуждение дальнейшей судьбы ЕС Тереза Мэй решила не оставаться. Что вполне логично, так как пути Лондона и Брюсселя в скором времени разойдутся. Главная интрига сегодняшнего вечера переизбрание президента Европейского Совета. Дональд Туск неплохо зарекомендовал себя в этой должности и заручился поддержкой большинства глав европейских государств. Но не земляков бывшего премьера Польши. Туска саботирует свои же. Польская делегация пообещала сделать все, чтобы отложить голосование. Впрочем, в это турбулентное время в самом Брюсселе очень не хотят радикальных изменений. Сегодня мы принимаем решение по переизбранию Дональда Туска президентом Европейского Совета на второй срок еще на два с половиной года. Я в этом переизбрании вижу знак стабильности для всего ЕС и с нетерпением жду продолжения сотрудничества с ним. Нет договоренности о назначении на пуст президента Европейского Совета кто бы это ни был человека без согласия его родной страны. Польша пошла на принцип и угрожает сорвать саммит если Туска изберут на второй срок. Варшава предложила альтернативного кандидата на должность президента. Это малоизвестный депутат Европарламента от Польши Яцексариуш Вольский. Премьер страны даже написала письмо коллегам из Европы с просьбой не голосовать за Туска обвиняя его в злоупотреблении властью и вмешательстве во внутренние политические дела Польши в том числе поддержке оппозиции. Также правящая партия во главе с Ярославом Качинским называет бывшего премьера ответственным за авиакатастрофу 2010 года когда погиб президент Лех Качинский еще 95 человек. Туска упрекает в том что на посту главы правительства он сделал недостаточно для расследования аварии. Впрочем результаты голосования для Варшавы неутешительны. Европа оказалась не готова менять одного из лидеров в это непростое время и Дональд Туск остается на должности президента до декабря 2019-го. Светлана Чернецкая Сергей Дубинин подробности Европейское бюро телеканала Интер. Беглый украинский судья Николай Чаус попросил политического убежища в Молдове об этом сообщил глава антикоррупционной прокуратуры страны Виарел Морар. Он заявил что Молдова уже получила необходимые документы от ГПУ и готовится к экстрадиции судей. Напомню Чаус 1 марта лично пришел в полицию Кишинева и сдался сообщив что незаконно пересек границу. За это его арестовали на 15 суток. Киевского судью в сентябре минувшего года я напомню поймали на взятке в 150 тысяч долларов но задержать не смогли. Воспользовавшись иммунитетом он бежал после чего был объявлен в международный розыск. Битва за Масул в Ираке подходит к концу. Правительственные войска захватили ключевые позиции и продолжают наступление. Тем временем в городе разразился настоящий гуманитарный узнаем от Сергея Ауслендера. Битва за Масул похоже подходит к концу. Иракские войска при поддержке американской авиации захватили центр города. Комплекс правительственных зданий ключевая точка в обороне боевиков ИГИЛ пал после многодневного упорного сражения в котором обе стороны понесли тяжелые потери. Масул был превращен террористами в настоящую крепость. Военным буквально с боем пришлось брать каждый дом. Наблюдатели отмечают среди боевиков ИГИЛ практически нет пленных потому что террористы предпочитают подрывать себя но не сдаваться. Лишь превосходство армии в тяжелом оружии бронетехнике и тотальное господство воздухе авиации и коалиции позволяет продвигаться вперед. Мирные жители сразу покидают освобожденные районы там невозможно находиться а многие боятся возвращения террористов. Что они с нами только не вытворяли вы вообразить не сможете. А что именно? Они морили нас голодом они лишили нас еды не было ничего школ, больниц элементарных человеческих прав. Из-за непрерывных боев сложно почитать точное число беженцев количество погибших мирных жителей и вовсе не поддается учету. К началу осады там находилось около миллиона гражданских за время своего правления террористы устроили настоящий террор казнили всех подряд без разбора а во время операции город подвергался непрерывным налетам авиации ударам артиллерии масштаб разрушений просто колоссальный операция продолжается боевики по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление но судьба их последнего оплота на территории Ирака решена теперь вопрос кто и как будет восстанавливать город Сергей Услендер подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер Украинка может надолго оказаться за решеткой в Объединенных Арабских Эмиратах 27-летняя Ирина Нахай обратилась в больницу с болями в животе выяснилось что она беременна после чего ее мгновенно арестовали поскольку в ОАЭ интимные отношения до замужества вне закона за это нарушение предусмотрено уголовное наказание Нахай не смогла предоставить сертификат о браке и теперь находится в ожидании суда приведение в мексиканском спортклубе и розовое озеро в Австралии об этом и не только в нашем обзоре миллион 300 тысяч долларов собрали в Таиланде во время ежегодного королевского турнира Попола на слонах в состязании приняли участие три десятка животных чтобы участники были быстрыми и ловкими до игры их держали на специальной высокоэнергетической диете из овощей и фруктов турнир проводят уже 15 лет подряд собранные средства традиционно перечислят в фонд помощи тайским слонам в Боливии будет еще больше коки такой законопроект подписал президент Эво Моралес несмотря на протесты оппозиции мол это будет способствовать торговле наркотиками площадь плантации коки в стране увеличат в два раза до 22 тысяч гектаров растение из которого также получают кокаин защитил и президент дескать сам в прошлом выращивал кусты коки в американском в американском штате Арканзасе полиция задержала парня заподозрив его в вождении в нетрезвом виде водитель оказался циркачом и то что он треск как стеклышко решил доказать оригинальным способом жонглировал выполнял различные трюки копы извинились поблагодарили молодого человека за выступление и отпустили в одном из спортзалов в Мексике появилось привидение у велотренажера начали самостоятельно крутиться педали свидетели происшествия решили что кто-то при жизни настолько увлекался спортом что и после смерти явился поддерживать форму а вот скептики посчитали это лишь ловкий трюк повлияло ли привидение на популярность спортклуба и его прибыли пока неизвестно в британском роторе открыли самый маленький в мире ночной клуб метр на полтора и два метра в высоту кроме дидже там могут поместиться шесть посетителей мини-ночной клуб оснастили звуковым оборудованием светом и танцполом по мнению создателей он должен отплечь жителей города от плохих новостей вход в клуб 50 центов это порядка 16 гривен владельцы собираются подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса соленое озеро в австралийском Мельбурне стало розовым хоть и зрелище напоминает промышленную аварию виной всему жаркая погода и безобидная одноклеточная водоросль дуналиелла под воздействием солнечного света и высоких температур водоросли вырабатывают красные пигменты когда жара распадет и возобновится дожди вода снова станет голубой а до тех пор местным жителям купаться там не рекомендуют сегодня у меня на сегодня я вам напомню что завтра в этой студии будет работать Алексей Лихман он расскажет вам последние новости и поспорит со своими гостями в ток-шоу черное зеркало а я желаю вам хороших новостей и до встречи субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok